В Шемкенте руководитель отдела Департамента труда и социальной защиты получил взятку от инвалида второй группы. Ныне уволенный сотрудник ведомства обещал продлить инвалидность гражданину с ограниченными возможностями за взятку в сумме 10 тысяч тенге. Приговором суда он был оштрафован на 250 тысяч тенге и пожизненно лишен права занимать любую государственную должность. Это очень серьезное преступление, завершенное в отношении человека уязвимой группы населения. В этой связи наш департамент провел ряд мероприятий. Результатом стало досудебное расследование по факту получения взятки в отношении руководителя отдела номер 5 Департамента труда и социальной защиты Шемкента. Установлено, что он, занимая руководящую должность, воспользовался служебным положением в личных корыстных целях и получил через посредника взятку на общую сумму 10 тысяч тенге для продления срока инвалидности гражданину с инвалидностью второй группы. По результатам расследования уголовное дело в отношении руководителя отдела направлено в суд и приговором суда назначено наказание. В связи с этой ситуацией представители городского департамента по противодействию коррупции провели совещание с сотрудниками Департамента труда и социальной защиты. На заседании руководителя этого ведомства Бахтия Рунербаев напомнил об ответственности за такие правонарушения. Я сегодня провожу это собрание и говорят, что вы, вероятно, не пойдете на такое преступление. Вы вчера ездили в СИЗО. Вы видели, в каких условиях там содержат коррупционеров, потому что место взяточников – тюрьма. Именно тюрьма является местом назначения коррупционеров. Как теперь с вами разговаривать? В ваших халатах с обеих сторон есть карманы. Зашейте их, потому что любой из ваших знакомых может прийти и положить туда 10 или 20 тысяч тенге. Продолжение следует...